Интересно, вот есть сценический бой, там все удары, значит, оттачиваются, да, чтобы там был, значит, коридор, чтобы отказ, удар, чтобы никто не пострадал, все это оттачивается. Но нет такого предмета, где учат целоваться. Как правильно, что-то целоваться? Вообще, как в жизни целоваться, да, я помню подростковый период, когда мы там шутили, ну, тренируйся на помидоре, на мороженом или на тыльной стороне руки, и так интересно было, я шел как-то с папкой зимой, подскользнулся, упал, и у меня здесь такой шрам оказался, и я как-то, помню, шучу, на тыльной стороне руки, и потом понимаю, что у меня тут такая синичина, я научился, можно сказать, целоваться, да. Ну, если вообще, вообще, практикуйтесь в жизни, конечно, поцелуи. Вот, а на сцене, тут уже либо надо находить такую грань между желаниями режиссера, между своими какими-то внутренними этическими соображениями по поводу поцелуя, и также приязнь или обоюдное согласие на поцелуи другой стороны. Если, скажем, у девушки-актрисы ревнивый муж, а это в основном, в основном так, что у девушки есть бойфренд, у девушки есть кто-то, и она немножко скромнее. Вот на моей практике вот так в основном было, что девушки все-таки как-то, ну, лишний раз, знаете ли, это... Ну, это не потому, что я урод. Ну, так вот, так вот, как правильно целоваться на сцене? Ну, как-то подворачиваться, подворачиваться там, ну, типа как-то так вот, типа обозначать, потому что, к большому счету, это как комикс. Люди со сцены, что там они видят, там, если это не театр, док, то вот там, конечно, сопростояние губ, все это уже поцелуи, уже что-то произошло, уже магия, уже... Ага.